Всем доброго времени! Сегодня хочу показать вам мою единственную на данный момент раскраску от российской художницы Алены Лазаревой. У меня это раскраска, посвященная Хэллоуину, называется Magic Autumn, волшебная осень, магическая осень, трактуйте, как вам больше нравится. Ну и поскольку это книжка, посвященная Хэллоуину, то, естественно, вся тематика тыквочек, ведьмочек, всяких привидений, в общем, вся вот такая вот прелесть сосредоточена в этой книге. Как вы видите, у меня не совсем книга-книга, у меня PDF-версия, распечатка, приобретена она у меня была на Etsy. Я постараюсь в описании к видео вставить ссылку, где я ее приобрела. Был у меня как-то один период, когда я хотела книги от Алены только в формате настоящей книги, никаких PDF-распечаток я не принимала. Но когда увидела, сколько это удовольствие стоит на eBay, поскольку на Амазоне было все дешевле, но без доставки в Беларусь, на eBay это стоит все как-то бессовестно дорого. И сама доставка стоит в полтора-два раза больше, чем цена самой книги. В общем, после таких наблюдений я отправилась на Etsy и согласилась на версию в PDF. В общем, теперь я абсолютно в этом не разочарована и буду дальше покупать книги от Алены именно в PDF-версии. Поскольку я как-то склонилась к тому, что PDF-версия очень удобная, можно распечатать на любой бумаге, любого качества, лучше, хуже. Можно напечатать столько страниц, сколько тебе нужно, если ты там что-то испортил, либо придумал в каких-то других цветах хочешь это все раскрасить. Ну ладно, это в общем-то не суть, приступаем к самой книге. В книге 20 иллюстраций, всего лишь 20, в книгах, которые, книги, там всегда еще есть дополнительные так называемые бонусные странички. Но вот в формате PDF такого удовольствия, к сожалению, нет. И, как понятно и уже было сказано, поскольку это тематика Хэллоуин, то все такое волшебное, с привидениями, ведьмочками, тыквочками. Ну, давайте листать, смотреть. Очень красивые здесь иллюстрации, мне безумно нравятся. И я себя ловлю всегда на мысли, что мне хочется перелистывать эту раскраску. И я понимаю, что некоторые, конечно, картинки можно раскрашивать не только на Хэллоуин, даже если здесь и тыквы. Вообще ведьмы, они, ну и те, кто любит такую тематику, как фэнтези, ведьмочки, для них, ну для нас вернее, такие картинки во все времена года популярны. Мне очень нравится вот эта вот, даже не ведьма, мне она кажется, как ведунья, прекрасная колдунья, ведунья, бабушка с грибочками на шляпе. Очень она мне нравится, безумно. Все хочу ее раскрасить, но как-то вот руки не доходят. Это единственная картинка, которую я здесь раскрасила. Это была первая страничка, которую я распечатала. Вот ее я распечатала на обычной офисной бумаге, после чего я уже саму книгу печатала на бумаге, которая предназначена для фотографий, буклетов. Она такая более толстенькая. Не помню ее параметры, но вот если достать, например, листик и сравнить. Ой, по толщине, ну тоже так, визуально, то видно, что это обычная офисная, да, тоненькая, а это вот уже такая более чем-то на картон похожа. Ну, конечно, не такая толстая, как картон, и она с текстурой немного бумага, вот. Ну, я как-то решила, что, поскольку мне результат этой странички очень более чем устроил, и два раза раскрашивать одну и ту же страничку я уже не хочу, я ее не представляю в каких-то даже других цветовых сочетаниях, поэтому я решила, что уже эту страницу перепечатывать на другой бумаге не буду, оставлю как есть. Такие вот здесь детки с тыквочками, барышня милая. Вот ее можно раскрасить с ней обязательно на Хэллоуин, ничего здесь не выдает хэллоуинскую тематику. Вот это у меня тоже очень фотография, заговариваюсь, картинка нравится, такая ведьмочка на фоне луны. Знаете, мне иногда напоминает Маргариту, когда она на метле летала. Здесь тоже котяшка с ведьмочками. Не знаю, очень красивые всегда у Алены получаются барышни, какие они милейшие. Не сказать даже, что это прям ведьмочки. Не знаю, вот это вот барышня, так вообще просто милое создание. Ну, ладно там, что здесь какая-то лампочка в виде черепушки. Ну, в общем-то, мило, красиво. И если вы когда-нибудь заходили на страничку в Инстаграме Алены или на Фейсбуке, видели ее фотографии, вот мне почему-то всегда кажется, что ее работы в некотором роде автопортретичны. Они очень напоминают саму Алену. Это барышня. Не знаю, навряд ли она ведьмочка. Ну вот, с крылышками. Чем-то мне напоминает Малефисенту. Буду я ее, наверное, раскрашивать в таких тонах. Вот эта мне картинка тоже милейшая. Очень-очень нравится. Такие два котика. Один в шляпе волшебника с книгой заклинаний, с тыквочками, со свечкой. Уже магичить собираются. В общем, не знаю. Очень позитивные такие картинки в то же время. Привиденец. Очень удивленное привидение. С куклой Вуду барышня. В общем, прелестные. С каким-то таким немножко черным юмором иллюстрации. Но мне очень нравится. Опять же, много котов. Понятно, что луна раз Хэллоуин, свечи. Все в этой тематике. В принципе, это вот последняя иллюстрация. На обложке у меня не обложка этой книги, а это была бесплатная картинка, выложенная на страничке Алены в Фейсбуке. Вот я ее скачала, ну и сюда вставила. Ну вот, такая у меня есть книжечка от Алены Лазаревой. Мне очень нравится ее работа, еще раз повторюсь. Если вам также понравились такие картинки, то находите ее книги, либо покупайте, либо скачивайте. Если вам нравится все-таки формат грейскейл, у Алены есть книги и в обычном виде, то есть не серые раскраски, а обычные раскраски, лайн-арт. То есть на любой вкус можете найти и получать удовольствие при раскрашивании. Ну, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем только самого хорошего времени. Всем пока!